Тель-Авив один. В Иерой Вышезнании есть какая-то граница, которую ты ставишь себе, или это ты вбрасываешь себя вовнутрь и делаешь работу Вышезнания абсолютно? Я хочу осознать это понятие на себе. Я не знаю, что такое знание даже моё. Что такое у меня знание? И что называется верой? И что одно выше другого? Как это может произойти во мне? Я не знаком с этими вещами, не осознаю этих вещей. Я хочу, чтобы Творец обучил меня. А как он обучит? Когда я нахожусь в десятке, и я хочу таким образом относиться к Товарищу? Так прежде всего, Творец там написано от любви к творениям к любви к Творцу. Прежде всего, нам нужно установить между собой такие отношения. Так передо мной есть товарищ, и я должен постараться сейчас отнестись к нему в противоположность тому, что говорит мне моё эго. Так давай я постараюсь так это сделать. Давай я попрошу Творца, чтобы он помог мне построить здесь действительно отношения, объединения, любви, отдачи. И из этого я научусь. Так что должно быть, что это за свойства высшего мира? И так мы будем продвигаться. Для чего мы находимся в таком большом мире с миллиардами людей в человечестве, которые связаны друг с другом? Для чего? Чтобы пожирать друг друга, как мы это делаем. Мы должны научиться на нашей связи, так нам перейти от формы получения эго нашего к форме отдачи. Так в соответствии с этим нужно делать несколько таких как бы изменений в наших материальных отношениях. И из этого мы приблизимся к духовным отношениям. Нам будет легче понять эти вещи. Разумеется, это отталкивает нас. Разумеется, многие товарищи оставят путь, потому что не смогут это сделать. Им будет не настолько важно осознать эту высшую действительность. Но нет выхода. Мы идём в соответствии с тем, что пишут и показывают нам каббалисты. Это то, что мы должны сделать. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!